В моменте цена уже поднималась выше 13 тысяч. На одном невероятном ускорении и установить новый исторический максимум цены биткоина. Я всей душой за рост биткоина и сам уже крайне долго жду ракету. Рад приветствовать на канале Коинпост. Средний курс биткоина на CoinMarketCap установил новый максимум цены в 2020 году на уровне в 13 184 доллара, а на ряде бирж в моменте цена поднималась выше 13 200. Ютуб уже разрывается от сообщений о том, что теперь To The Moon официально запущен. И кто знает, может и я подамся на этот соблазн и напишу что-то похожее в названии этого видео. Но давайте не будем ликовать раньше времени. Летом 2019 года мы тоже ждали полет на Луну, а вместо него сходили на 8 тысяч. А спокойно разберем различные факторы, которые говорят за и против того, что цена биткоина приготовилась к движению к новому историческому максимуму. Проверьте содержимое своего космического чемоданчика, убедитесь, что подписаны на нас в телеграм по ссылке под видео и участвуйте во всех обсуждениях главных новостей криптомира. Мы начинаем! Сначала поговорим о том, как биткоин сделал свой новый максимум 2020. Рост начался еще 17 октября, и на сегодня в верхней точке составил плюс 17%. Сейчас график рисует у меня красную свечу, что является закономерным откатом после такого мощного восходящего движения. Давайте посмотрим, как на рост биткоина реагировали в криптопространстве. 20 числа в нашем телеграм провели опрос о том, возьмет ли биткоин планку в 12 тысяч долларов. И этот пост стал самым обсуждаемым за последние месяцы. Отметим, что согласно результатам данного опроса, пессимистов по биткоину было достаточно много, а именно 47%. На следующий день мы вернулись к этой теме, и несмотря на продолжение роста, настроения по рынку поменялись не так уж и сильно. Примерно те же 52% поддержали два варианта, которые включали рост выше 13 тысяч или боковик между 12 и 13 тысячами долларов. А остальные же голосовали за разные варианты, которые подразумевают снижение цены, в том числе падение до 7 тысяч. В нашем чате даже развернулась оживленная дискуссия на тему, что рынок никогда не делает так, как от него хочет большинство. И что если так много людей все еще не верят в рост биткоина, то именно это и случится. И как вы знаете, в моменте цена уже поднималась выше 13 тысяч. Рынку криптовалют помогли две сверхбычьи новости, которые помогли набрать биткоину еще больше ускорения. У меня сегодня не видео, а какой-то набор постов из Телеграма, просто тема была горячая, вот и писали и обсуждали. Давайте разберем сами новости. Мы рассказывали ранее, что сейчас на рынке появился новый тренд, когда в биткоин инвестируют целые компании. Первой была MicroStrategy, которая зашла на этот рынок на целых 425 миллионов долларов. Затем компания Square добавила в общий котел свои 50 миллионов. И вот теперь новая инвестиция от компании Mode Global Holdings, которая торгуется на лондонской фондовой бирже и намерена вложить в первую криптовалюту 10% своих средств. Выглядит это как один большой вау-эффект. Но на практике 10% средств компании с капитализацией в 37 миллионов долларов и началом торгов на бирже только в октябре – это такой себе бонус. Можно даже сказать, что кто-то решил хайпануть на теме крипты и попробовать таким образом прокачать цену своих акций. Но была и вторая для многих основная новость – это интеграция платежной системы PayPal – биткоина. Слухи об этом появились еще несколько месяцев назад, и вот теперь все официально. Уже очень скоро в США, а затем и в других странах пользователи PayPal смогут покупать, хранить и продавать биткоин, эфириум, биткоин кэш и лайткоин. Кстати, больше всего от этой истории повезло лайткоину, который вырос на 12%. А уже в 2021 году будет добавлена возможность оплаты криптовалютой товаров через PayPal, но с одним условием – средства будут тут же конвертироваться в доллары или другие фиатные валюты. То есть платить-то вы будете криптой, но она останется на сервисе и никуда не пойдет. Продавец же получит фиат. И фактически вся данная новость сводится к тому, что PayPal запустила собственный криптокошелек с функцией покупки биткоина за доллары, а также сделала что-то вроде виртуальной криптокарты с возможностью обналичить свои биткоины и купить за них какой-то товар. Это в целом очень круто, но далеко не то самое массовое принятие по всему миру, как может показаться на первый взгляд. Извините, если кого расстроил своими новостями, но от их правильной оценки зависят наши с вами инвестиции, поэтому предпочитаю смотреть на мир без розовых очков. А теперь давайте поставим лайк, чтобы помочь продвижению идеи биткоина во всем мире и поговорим об анализе цены. Я думаю, что эти видео уже вышли и будут выходить еще, где трейдеры начнут показывать следующие картинки из технологического анализа. Например, биткоин продолжает торговать выше линии глобального трехлетнего сопротивления. Как мы видим, цена сходила на коррекцию к линии тренда, получила от нее поддержку и снова пошла вверх. Также вам обязательно расскажут про 21-недельную скользящую среднюю. Сейчас цена тоже оттолкнулась от этой линии, а она является крайне важной и сигнализирует бычий или медвежий рынок. Я отметил на графике похожие касания в 2016 и 2017 годах, и в зависимости от того, в какой фазе рыночного цикла биткоина мы находимся, можно представлять, насколько сильным и стремительным будет дальнейший рост, а также через сколько примерно времени биткоин устроит тузымун. Кроме того, свежо придание на тему, что между 13 и 20 тысячами практически нет никаких сопротивлений, поэтому в теории мы можем пролететь этот отрезок на одном невероятном ускорении и установить новый исторический максимум цены биткоина, вплоть до того, что произойдет это еще до конца этого года. Я на самом деле очень хотел бы это увидеть, но тут просто обязан вспомнить, что летом 2019-го многие тоже верили в тузымун и приводили причины, почему он должен наступить в ближайшие полгода или год. Затем случилось одно большое разочарование, которое сейчас чудным образом вписывается в текущий анализ графика. И фишка в том, что с помощью технического анализа крайне удобно смотреть в прошлое и показывать, где какие фигуры отработали. А вот с будущим есть проблемы, и независимо от картины на графике, оно всегда может сделать по-своему, после чего ему, конечно же, найдут подходящее объяснение. Поэтому и я предлагаю смотреть фактом в лицо и не строить иллюзий о тузымуне, пока, во-первых, биткоин не превысит максимум прошлого года, это 14 тысяч, после чего мы также не должны расслабляться, пока не будет взята отметка в 20 тысяч. И именно с превышения предыдущего максимума всегда начинался устойчивый бычий рынок, и поэтому как раз по ней и стоит ориентироваться. Обязательно подпишитесь на канал, если не сделали этого ранее, чтобы сохранить объективный взгляд на курс биткоина, что бы с ним ни происходило. И давайте поговорим о том, что не так с этим ростом. Я всей душой за рост биткоина и сам уже крайне долго жду ракету, но давайте не спешить раньше времени. В последнее время действительно мощным сигналом на вливание капитала в криптовалюту является покупки криптофонда Grayscale Investments. Только за третий квартал этого года они привлекли более 1 миллиарда долларов, и всего у них под управлением уже порядка 6 миллиардов долларов. Но это институционалы, они не будут лезть в активных аях, и сама Grayscale скупает криптовалюту на внебиржевых площадках. Следовательно, не влияет на торговые объемы и не толкает курс вверх. А вот те объемы, что мы видим на биржах, они, во-первых, не настолько большие, чтобы показывать реалистичность текущего роста с дальнейшим потенциалом. Во-вторых, мы прекрасно знаем, как биржи рисуют эти торги, и что реальных там, в лучшем случае, 10%. И такие выводы я делаю на основании того, что для роста должна быть активность на рынке, и она не должна ограничиваться только биржами. А как показывают те же Google Trends, спроса на биткоин сейчас нет. То есть главный механизм каждого роста крипторынка под названием FOMO еще не включился, и вопрос, откуда деньги для текущего пампа и его продолжение остается открытым. И еще один важный риск, который нельзя забывать, это текущая экономическая ситуация. Очень хочется верить в заявления тех, кто убежден в росте спроса на биткоин благодаря ускоренной инфляции доллара. Но правда в том, что пока этой инфляции нет и близко, и ее не будет, пока экономику не удастся перезапустить. А процесс этот, как показывает опыт Японии, может затянуться лет так на 20 и более. Спрос на криптовалюты резко растет, когда в стране не просто инфляция, а именно настоящая задница, чтобы не сказать грубее. Но если мы просто будем сидеть на нулевых ставках с около нулевой инфляцией по доллару, то никакого коллапса не случится, и никто не побежит в биткоин. Так что я не против тех, кто ждет, что завтра фиатная экономика рухнет, и все перейдут на криптовалюту. Но, скажем так, рекомендую набраться терпения, потому что данный процесс вряд ли будет быстрым. Сегодня для биткоина, наоборот, лучшим сценарием будет не продолжение кризиса, а выход из тупиковой ситуации с рецессией экономики. Потому что, во-первых, так мы избежим обвала вслед за фондовым рынком. Во-вторых, у людей будут деньги для продолжения стимулирования роста биткоина, и мы сможем продолжить толкать цену вверх. И еще там набирают обороты разборки регуляторов с BitMEX в США и OKEX в Китае. Как ни странно, это тоже хороший сигнал для рынка. Потому что если биржам наступят на хвост, они поостерегутся с манипуляциями, и шансы на то, что какая-то группа китов решит заработать на дампе биткоина, будут гораздо ниже. Вот так я вижу ситуацию на рынке сегодня. Пишите в комментариях, когда ждете To The Moon, обязательно делитесь этим роликом со своими друзьями из мира криптовалют и заглядывайте в наш Телеграм, чтобы быть в курсе последних новостей и участвовать в обсуждении самых главных вопросов. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...